Господи благослови! Добрый день, Вечер! Мир Христов, Игнатьевич! Вам видно? Мне отлично видно! Так, у нас всё записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я за! Слушаю, пожалуйста! У вас там не поздно, я в принципе... Да нет, ничего, как раз! Хорошо? Что-то у вас глаза какие-то, по-моему, старшие. Яхта, знаете, что спросить, Игнатья Тихоновича, вот у меня такой вопрос. Друг протестант, и он хочет построить какой-то типа храм. В селе нету. И, ну, какую-то общину, храм. И типа вроде бы как... Но при этом он хочет, чтобы он был внутри, как православный, там, с иконками, всё такое. Вот, что там, я не пойму, какой там батюшка. Но мы так, он мне просто вкратце намекнул. Ну, а я как-то, знаете, начал ему говорить, что какой в этом смысл. Ну, мы же все знаем, какая ситуация, тем более, если я не пойму, он сам-то вроде бы протестантского направления, а хочет вроде как... И я не знаю, чего он хочет под РПЦ. Вот. Я хотел с вами посоветоваться, вот, как вы вообще смотрите, есть ли смысл. Я ему начал говорить, что, в принципе, какой смысл храмов вот так, да? Причащаться и так, где угодно можно пойти. И в РПЦ, куда хочет человек, да? А вот действительно общения нет. Я говорю, построй просто какое-то здание там или ещё, чтобы общались. Попробуй, найди общину сначала. Ведь строить сначала не храмы, а сначала община образуется. Если у тебя там ни одного человека нет близкого, с кем ты будешь строить-то. Я говорю, ну, построить его очередное здание-то. Человеку надо креститься, причащаться, раз сколько там он хочет. А основная цель — святая жизнь, по-другому ты не спасаешься. Я говорю, а как она без общения-то будет? Какой, я говорю, в этом смысл? Я говорю, у РПЦ и так уже программу перевыполнено по храму. Я говорю, плюс ты, если ты под их негермо подлезешь, это всё. У тебя этот храм, я говорю, ты просто очередную кормушку построишь. Тебя потом пододвинут оттуда, поставят батюшку, он будет собирать дань, её отправлять куда надо. Я говорю, разве в этом смысл? А если ты построишь просто какую-то, где можно будет евангелизацию, так скажем, благовестие, это, говорю, серьёзное дело, это да. И то, какой смысл строить, почему нельзя у себя это там делать? Ну или он там просто дом строит новый, где-то там купили они место, и вот в новой там селе. Я говорю, не проще, может, у себя там, вот у тебя гараж будет, может, над гаражом построил какую-нибудь летнюю, да, или полузимнюю. Собирайтесь, если там есть люди, желающие евангелие изучать. А если ты построишь очередной, как вы говорите, скотомогильник, куда люди просто будут приходить хлебушек, кушать, я говорю, какой в этом смысл? Разве это благие деньги? Вы угробите миллионов десять, может быть, сколько там? Он говорит, там земля бешеных денег стоит, естественно, всё это в центре. Я говорю, и вы скинете сейчас, пусть ты там найдёшь каких-то миллионеров, единомышленников. Ну, сам он бизнесмен, я так понимаю, и там подтянет. Я говорю, ну и что, вы вбухаете? Это разве, говорю, проповедь Христа? Не знаю. Я говорю, по-моему, сейчас другое время. Эти деньги можно содержать какой-нибудь лучший человеку, дать ребёнку, и чтобы он уверовал во славу Христа, делать добрые дела и проповедовать. Сколько можно на десять миллионов людей поднять, там, детей каких-нибудь. Так он на всю жизнь запомнил это доброе дело, если ты ему, как Серафим Серовский говорил, во имя Христа будешь делать во славу Божьей, и он тогда примет это на всю жизнь. Он, может, и сядет, но потом-то вспомнит. А это что за проповедь? Что миллионерам ходить некуда? У вас все джипы, вы доедете в любое село соседнее, причаститесь, какая разница? Что, для этого надо батюшки кормушку строить, что ли, лишнее? Не знаю. Я хотел у вас посоветоваться, как вы скажете, а я потом наш разговор как раз сброшу. Хотя он сказал, потом не перезвонят, и так мы недолго поговорили, но я на всех случаях решил заранее вам посоветовать. Тут дело такое. Вы абсолютно правильно сказали, что храмов вот так вот, и они полупустые. Вот у мусульман, у них проще. Если мула знает, что вплотную друг к другу заходят, где они становятся на колени, и 10 человек, 10, не могут войти, все, вопрос решен строить другую мечеть. А тут полупустые стоят-то. Какие огромные храмы. Вот в Греции, я там был, у них там проще. Любой может в своем дворе строить отдельную церковь, чтобы не ходить, но, опять же, должно быть благословение от епископа. И дальше, что заранее, ты должен знать, что храм будет со священника. Вы про это как раз и сказали. Ко мне приходит один на работу. Я работал сторожем, дальше не давали. И я вот про вас узнал, вот у вас все по-честному. Я хочу помочь вам в строительстве храма. Мы в Потеряевке думали храм построить. Ну, и у него деньги хорошие. Видно, он там продает что-то. Я говорю, скажите, а вы слышали такое выражение Господа нашего Иисуса Христа, который поставил златоуста? И когда его спросили, как строить храмы, украшать или бедным, он говорит, делайте то, что на суде Божьем спросится. Про эти храмы Господь нигде не сказал, что спрашивать будет. А Матфея, Евангелие, 25 глава, говорится, накормил, напоил, посетил, навестил. Навестил не просто посидел, а с чем-то ты пришел, помог подняться из вопиющей нищеты. Я говорю, откуда у вас деньги? Ну, я торгую. Так, есть одна оговорка. Не принимай на дело Божие, на храм, цену блудницы и пса собаки. Все, кошку можешь продать и туда деньги. Я говорю, а вы торгуете чем? Ну, у меня в основном это книги. Я говорю, а есть там порнография? Да сейчас где ее нету? Я говорю, все, не могу принять. И так я от него не взял. Я его до того удивил. Да я пришел, он пришел с акваяшиком, принес, я даже не видел. Ну, видно, что не два рубля. Я говорю, нет, никак. Я, Олег, тебя уважаю. Я тебя слышал. Ты хороший. Ну, вот мы строимся, к нам приезжают люди. Еще бы приехали. Любого миллионера на нас выводите. Вот я говорил, у старосты Игоря Барабаша комбайна нету. Нынешне вся гречка ушла. Гречка, которую мы любим. Выросла прекрасная гречка. Вся ушла под снег. Он два уже старых комбайна купил, они разваливаются. Я гляжу на него, без слез смотреть нельзя. Вот если есть богатый человек, подскажите ему, пусть на меня выйдет. Я Игорю сказал там... У меня-то я сам не щеброд, и у меня никого нет, но так, может, ролик увидит, если сам скажет. Вот вы говорите. Скажи, верующие люди, верующие, и работают безобманно. Другим помогают. Если желаете, вот помочь подняться. Это разово. Не то, что меня корми много лет, долгосрочная программа. Ему раз только надо помочь. Другие вот приезжают построить дом или гостиницу. У нас перспектива большая. Все верующие, школа, храм. Лучше не придумаешь для воспитания детей. Познакомься, скажи. Это с удовольствием новопоселенцы приняли бы. Такой вклад сказать. Я вот и ответил, что Христос спросит. 200 храмов в Москве. Вот патриарх об этом говорит. Зачем? Отбирает площадки, которые перед домом. Там такие скандалы идут, там заборы валят, там бунты идут. Они людей против себя настраивают. Да разве это можно делать? Вот мой ответ такой. Вы абсолютно правильно рассудили. Ну, это по поводу храма, да? То есть, в принципе... Надо вот эти храмы, вот эти храмы строить духовно. Вы храм Бога Живого. Господь говорит. Я с ним так же говорю. Или мы храм, или камни, что одно и то же. Нас и надо строить. Ну, храм-то, ладно, понятно, да. Я просто, в принципе, хотел ваше, так скажем, авторитетное мнение. А по поводу того, что он всё-таки, допустим, есть смысл какую-то общинку сколачивать? На это он имеет право. Я говорю, да, ты по ТРПЦ сядешь всё. Священник, у него там антимец с чудомощами, да. Это всё беда будет. Я говорю, а так-то ты же можешь, а тут ты как раз независим. Ты построил, это твоё грубое здание. У вас никто... И вот собирайтесь там. Ты можешь как раз организовывать это. Это нужно делать? И опять же, нужно ли строить миллион, выбрасывать там в центре какую-нибудь землю? Я говорю, почему на своём участке с тебя есть там... Да даже рядом ещё докупил, но это, наверное, не в центре, что ты там на своей улице купишь сарай, чтобы, ну, какую-то беседку там можно и летнюю, и полузимнюю построить. Я решил там раз в неделю собраться. Да почему не дома, если это те близкие люди? Пусть это не близкие, но какие-то соседи. А то мы все любим-любим друг друга, а боимся в дом пустить. Это тоже как-то... Я говорю, что это тогда за христианин у тебя тогда там будет, если вы не можете собраться? Мы были... Нет, ну, с податным собрать. Один смиряться будет, другой, может, поможет, чем. А что это тогда за инвализация? Мы проехали миссионерской поездки и заехали к хорошему священнику. А он построил колокольню, я не знаю, там, наверное, полсостава кирпича ушло. Огромная высокая колокольня с колоколами. Он говорит, стой здесь, и нас увидел. А когда епископа встречает, звонит, он полез на самый большой колокол, давай трезвонить. А когда начал все показывать, а у него большая там трапезная, столовая как. Я как глянул, какие столы. Я говорю, да тут бы эти баптисты, адвентисты седьмого дня, бы не столько людей собрали заниматься, просвещать их. Ну вот у меня так, я говорю, пустое стоит. Да разве может стоять пустое-то? Ну, по крестности сказать, приходите, ведите занятия. Ну, крыша-то над головой нужна. Храма у вас есть, даже два храма. Ну, то есть надо вот больше упор делать на то, чтобы какие-то места сбору лучше организовывать, правильно? Да. И то опять еще строить на реках какой-то ДК есть что-нибудь. Вот Лышакон-то отдел в ремонте вложил там ДК, копейки для них будет, правильно? И сидите, вмокировали телевизор там, что вам надо, какую-нибудь проповедь послушали. Ну, вот это занятие. Занятие вести. Это тоже благовестие. Это очень полезное дело. Очень полезное. Можно из какой-нибудь школы договориться, класс какой-нибудь отремонтировать, и спасибо скажешь. Ты собирайся раз по воскресенью, свободный класс будет, правильно? Ну, полезное, полезное, чтобы было. Полезное. Мы в одном месте были. Ты делаешь в школе, там, допустим, лишний класс отделаешь как-нибудь под евро, там, компьютерный, и сами будешь сидеть там по воскресенью. Вот тоже вариант. Ты наверняка и столовая есть, или еще что-то, какое-нибудь, любое здание. Правильно? А так это тоже, мы не знаем. Мне показали на одного человека, говорят, я когда книги издавал, а книги это очень дорогостоящее, а у меня 38 томов вышло, и показали его. У него, говорит, он имеет большие предприятия, там, ну, там, переработка нефти, там, азота, и в других странах, ну, видно, что он в достатке живет-то. И вот случилась авария, жена с сыном погибли. Фамилия его Сокол. Ну, а наш там священник знакомый, и он жертвует, церковь хорошую построил. И мы перед ним тут как могила, ну, которые погибли, там, чтобы всегда молились, и тут ничего плохого нету. И он про меня сказал. Он мгновенно мне переслал деньги, один том и сдал. А это, минимум мне нужно было 150 тысяч. Еще, допустим, 15 лет назад, это были деньги, даже, больше стоили, чем сегодня. Я его, не знаю, не встречал, но там я был. Был и на могиле помолился. Его тронул Господь, чь этой потерей. Хорошая была жена, говорит, приветливая такая. И он построил храм. Видите, как человека, бывает иногда, скорбь подбегает к Богу. И он начинает жертвовать. А до этого жил, видел только самого себя, своих родных. Надо даже понимать, он думает строить, мысль добрая. Аккуратно ему подсказать, что вот есть нуждающиеся там-то. Не только мы там где-то. Мы с удовольствием бы приняли. Я говорю, если бы я внезапно разбогател, вот Трамп этот Дональд со мной бы познакомился, ну, немножко мне бы хоть миллионов, двадцать дал бы, я бы и дорогу настоящую провел, потеряя в кое-каке. И учителям бы зарплату раза в три повысил. Ну, мелочь там какая-то. Несколько домов. Люди просятся. Поступило нам полторы тысячи заявок. Но у человека не на что построиться. У другого есть построиться, строенных домов нету. Мы не можем ничего сделать. У нас ничего нету. Но мы сами себя питаем. Питаем, маленько где-то можем помочь. А что ты возьмешь с этой земли-то? Вот такое дело. Но мы бы с удовольствием с этим человеком познакомились. Мы гарантируем целенаправленно истратить деньги. Отчет всегда даем. И ни копейки, ни рубля к нам не попадает. Полный до копейки отчет. Ну, это я в роли, кто он уверен, если что-то захочет. Да нет, он-то может не особо богатый. Я не знаю, на что они там рассчитывают. Но он вчера оболвился. Или позавчера, когда мы там созвонились. Я решил у вас просто поглавить сегодня. Я говорил, если бы я стал миллионером, вот так вот на один день бы. Я первым делом бы Игорь купил современный комбайн белорусский. Как-то там называется он Страда или как-то Полесье. Хороший очень комбайн. И подсолнечник убирать можно, и там гречиху, и пшеницу. Это же все идет нам на стол. Человеку подняться надо, труженик. У него есть за себя все. Он не бедный. У него дочь, сын закончили университеты здесь, в городе. У него 36 крупного рогатого скота. Она у нас как завуч в Потеряевке. Но комбайн купить, это абсолютно невозможно. Это 3-5 миллионов. Это невозможно. Я тут сбор как-то хотел организовать. У него взял разрешение и ролик составил. И один человек только поставил 2000. Я говорю, прости меня, Игорь, что я соблазн сказал, прости меня. Мне даже самому над собой стало смешно. Я надеялся, ну скажет, такой человек, фотографии, видно, благородные люди, ну надо бы помочь. Но никого нету. Есть ли? Да нет, никого больше нет. Вы сделали ролик на комбайны 2000 собрали, да? Я на комбайна пожертвовал 2000, но это тоже уже начало есть. Кто-то переслал. А вы ролик просьбу сделали? Мы дали счет, и вот там, где в банке или где. И вот он говорит, 2000, ну я говорю, ну из меня 50 рублей возьмел. Ну, значит, вот так. А еще, в принципе, у меня параллельно вопрос возник, я чуть-чуть вспомнил, тогда вам задам. Вот, почему вот проповедники благовестия так все-таки друг с другом собачатся? И я хотел параллельно, я же сам писание, конечно, очень люблю, и я хотел, в принципе, у меня в память всегда стоят слова апостола Павла, хоть я и толкование читал, хотел у вас спросить. Вот то, что он когда, помните, уже при смерти, ну, при аресте уже, помните, в темнице, когда вот он говорит эти фразы, что все-таки плохо или хорошо благовествует, я и тому радуюсь. Ну, кто-то из корысти, помните, кто-то там так, но мне, типа, я и в них плод поимею, да? Что он имеет в виду, Павел? Ну-ка, поподробнее. Что он имеет в виду, апостол Павел, когда говорит, что, как бы не проповедовали Христа, я этому радуюсь? Ну, это не объериси говорится. Там говорится о том, что в это время римская власть сильно преследовала христиан, и она преследовала в первую очередь тех, которые проповедовали. Ну, и так понятно. Порожил, говорит, пастыря, овцы рассеются. И некоторые проповедовали с намерением недобрым. Вот они проповедовали, люди обращались, а они делали знак императору, что это Павел совратил их. Обратилась на ложницу у Нерона, через Павла. Это его. А они сами проповедовали. А они сами проповедовали, и с намерением увеличить тяжесть уст моих, чтобы меня крепче в тюрьме держали. А советская власть сильно преследовала не за то, что ты молишься. Следователь прямо говорит, у меня бабка молится, никто не трогает. Ну, зачем это нужно другим-то говорить-то? Они прямо так и говорили. И те люди проповедовали правильно все, но с намерением, чтобы Павла покрепче там держали в тюрьме. Через него многие обратились. А он уже там не был. А они сами обращали людей. Павел говорит, я этому радуюсь. Похвалу будет в день Господа нашего Иисуса Христа. Не ереси. С еретиками мира никогда не было у церкви. Никогда. Мы с ним... Вот Антоний Великий говорит, я никогда в жизни мирно не беседовал с еретиками. Мирно. Я... Сколько? 53 года с разными еретиками. Ну, разговаривать, я говорю, доводы, Писание. Писание. И бывает одно место Писания, его стронет, он сразу приходит в православие. Но это надо знать. Это уже Дух Святой подскажет где-то. Ясно, что я ему говорю. Вот один пишет в Чикаго, в Америке. Вот я, говорит, встретил интересного человека, православный, говорит, а духовно рожденный. Прямо проповедует от смерти в жизни. И называет меня. Я, говорит, не встречал такой человек. Все время ищу, где он говорил. А потом нашел, а он баптист, что он говорит, говорит, баптисты, не церковь. До того мне, говорит, противно все стало. Я приехал в Пензу, баптисты знали, ну и стали распускать, мол, к нам пророк Илья пришел. Но когда я стал им сопротивляться и говорить, они сразу говорят, гнилое бревно. Вот, пожалуйста. Я говорю, вот это больше соответствует, чем первое. Так что мирно мы с ними как бы беседуем. Вот я в Боготоле были, они там шалашат, это большая палатка, играет, барабанит. Мы к ним подошли. Их казаки громили там, они подумали, мы казаки с собаками. Начинают говорить там про Матрону, спрашивают про мощи. Я отвечаю, они не слышат. Он перескакивает на другую тему. Говорю, ну вы спросили про иконы, и все это в ролик у нас стоит. Называется «Жующие еретики». Все жуются, пьют, видно там заключение пришли. Я им говорю, в чем заключается смысл спасения. Он не слышит, руководитель. И все это видно. Ни одного вопроса не дослушал. Я ему задаю вопрос, он ни на день не отвечает. Как иконы идолой могут быть, когда Христос приходил в Крам и сказал, дом мой, дом мой. А в этом доме, в который он пришел, это храм Зарвавеля, иконы были внутри и снаружи от пола до потолка. Из Экииля, 41-го глава, 17-й стих. Он бы должен удивиться, ну, не знает, ничего подобного. Он тогда перескакивает на мощи. Я объясняю, что такое мощи, неправильно, что там выкапывают. Он понял, что тут нельзя меня уцепить. А как Матрону сейчас тут? Ну, я поясняю, что у человека, душа, наше общение не прекращается со смертью. Кажется, вот я его тронул бы. Он мгновенно перескакивает на третью тему, но я говорю, правильно тебе отвечено-то? Он не слышит. Вот апостол Павел в 28-й главе Деяния апостолов говорит, когда к нему пришли в гостиницу, когда его привезли в Рим. Он им говорит, и они, уходя, много спорили между собой. И он вслед сказал, правильно Исаия сказал, ушами будете слышать и не услышите, глазами будете смотреть и не увидите. Он в конце им засыпал заворотник маленько. Вот можно я прочитаю, чтобы мы, да, чтобы я точно разобрался и я нашел это место. Я же просто не готовился, но раз уж так в голову пришла мысль. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства ваши, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благорестованию. Так что узы мои о Христе садились известными всей притолией и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смилостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любоплению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любоплению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставил защищать благорестованию. Но что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Я бы знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействию Духа Иисуса Христа. То есть, во-первых, это братья, я так понимаю, то есть тоже проповедники, ну, грубо говоря, христиане и действующие. Правильно? Они для Царства Божия трудились, но именно желая, тут коренное слово, желая увеличить тяжесть уз моих. Я разговаривал с сектантами, никто этот стих не может разъяснить. Так это неправильно, правильно проповедовать. Что значит одни полюбопрения? Что значит полюбопрения? Желая, чтобы спорить с ними. Любили прениями заниматься. Возникали споры об апостоле Павле. А с кем? Так я не пойму, они спорили о ком? О Павле или о Христе? О Павле? О Павле. От Павла обратились или нет? Вот чем корень-то был. И это все каким-то образом делалось известно Нерону. Я это знаю, меня судили. И они хватали каждого человека, через кого он обратился. Вот обратился у меня кандидат наук там. Или допрашивал следователь КГБ, и он обратился, стал верующим. Вот они за это меня какого человека погубили, вы понимаете, нет, какие перспективы у него были, и вы загубили его. То есть вот они, а если бы молчал, как бабушка его, он прямо говорит, у меня бабушка, ходит в церковь, никому не мешает, а вы, вы чем занимаетесь, развращаетесь, это строители коммунизма были бы, сколько пришло студентов, там другие, и они это все, всех перечислили. Ну и еще раз мне тугом скажите, то есть эти братья жаловались Нерону, на что он, что Павел кого-то отвращал, от чего, от иудействия. А от их жизни мирской, и обращал в лживую религию христианства, потому что времени было 500 божеств. Зато он говорит, 500 по названию, в действительности ни одного. А как же тогда они проповедовали Христа, я что-то не пойму. Он же пишет, что это мои братья какие-то. Это все проповедовали правильно. Тут нету еретиков. Но одни, неискренно, то есть желаю увеличить тяжесть уз моих. Узы за то, что он проповедовал. Мы должны начать. А за что его арестовали, цепи наложили? За то, что проповедовал. Так вот они, чем больше через человека обратилось, тем больше срок давали. Больше срок. И они, которые люди обращались, и они сумели доказать где-то там на допросах, чтобы говорили, что это через Павла пришли. Чтобы Павла не упускали. А, паразиток, через тебя еще вон обратились. А вот каких ты совратил? Вот так толкуют святые отцы. Это сложный вопрос. Сектанты ни разу неправильно мне не могли столковать. Что-то там непонятно, как читать. Даже столкование. Ну, даже без столкования тут понятно. Тяжесть уз. Желаю увеличить тяжесть сцепей на руках. А как они могут этим... Нет, я понимаю, ну кто, почему я что-то... Ну, хорошо. Давайте так. Павел сидел в сцепях. Но для Слова Божья нет уз. Он говорит. Узы это цепи. Он сидит в тюрьме. Теперь, за что его посадили? Вопрос мы должны... Второй вопрос ставить. За что? За проповедь. Этот Павел своим учением наполнил весь мир. Эти всесветные возмутители пришли сюда. Они обвиняли его. Обвиняли там перед граноначальниками. Значит, узы были... А, так он братьев называет не во Христе, а в Господе. То есть он имел в виду иудеев просто, что они внуковые... Вот о чем и речь-то. А, а я читаю, я не пойму. Я его братьев во Христе... Это не еретики. Не еретики. Это проповедники иудеев. Я, говорит, там, Павел радуюсь. Ну, пусть я за это отвечу. Пусть на мне ляжет тяжесть. Мне уже вместо пяти лет дают пятнадцать лет. Но я радуюсь. Новые души-то приходят к Богу. А если это были еретики, как можно радоваться? Они в ад идут. Еретики не спасаются. Ни один еретик в раю не будет. Это в районе будет. Ну, а еще у тебя такой вопрос. Я там смотрел вам там и про Масленников, вы там ролик делали. И у меня такой просто вопрос. Все-таки... Ну, одно дело сказать, что человек говорит, может быть, неправильно. Да, там, неправильно, неистинно. Но мы же не можем все-таки всех людей поносить. Вот посмотрите. Там, Осипову поносит кто-нибудь там. Один, он другого. Он Маслик. Маслик его. Ткачев этого, Алфеев этого. И вот так все. Смирнов этого, вы этого. Я и кем-то друг друга поносил. Мне кажется, это не очень правильно. Не очень красиво. Слово «поносите» поясните. Что значит «поносите»? Поносить? Ну, в принципе, одно дело сказать, что неправильно. Другое дело говорит, что он там еретик, масон. Но у нас же это слово летит. Вот там КВБшник засланит. Я вот не знаю. Я поясню вам. Смотрите. Монахи собирали его книги и показывали «сжигают». Ну да, да. «Сжигают». То почему? Поносит он или нет? Говорил не по Писанию. Он не по Писанию многое говорит-то. Они не поносят, они его просто обличают. Есть люди, которые засланы специально в ряды христиан, и которые изнутри разбавляют. Это всегда было, во все столетия. И поэтому, так и говорят. Вот выступает, допустим, ну, неоднократно слышали этот, Стерлигов. Стерлигов где-то. Это разрушитель. Московская патриархия вся в ереси. Никаких тайнств нет. Библия неправильно переведена. Он все разрушает. Он знает одного только епископа, но никому не говорит, где. Бездрожжевой хлеб. Люди начали делать. Да это не главное. Главное, чтобы пшеница не побывала у государства. Там ее протравлюют. А где? Только у него магазин. 550 рублей одна булка стоит. Нет, ну, тут я свою паспорту перевью вас просто. Но он, я бы не назвал его как бы христианом. Ну, нет, вы послушайте. Он же не проповедует Христа. Он проповедует. Проповедует только иное. Совершенно иное. Неправильно Евангелие написано. Понимаете, он на миллионы людей кладет клеймо. И поэтому... Но он-то себя и не причисляет, как говорится, к церкви, какой бы он ее ни думал. Он по-моему, они вообще молчат. Он пошел к старобряцам. Теперь старобряцы не церковь. Он всех обзалит. То есть его-то ничего не устраивает как бы. А не устраивает почему? Кто-то попросил. Он миллионы-то грабанул ворами, миллиарды-то. Это все на обмане. В один день богатыми не становится. Богатыми... Но если сейчас всех закрыть, закрыть Осипова, Масленникова, вас, меня, дядю Степу... А кто будет проповедовать? Все, вообще проповедь умрет. Получается, несут-то как раз такие юридики, хоть что-то несут. А их заткни, вообще ничего не будет. Вот мне так кажется. Вы видели на Масленникова как? Я встал на защиту его и показал, что совершенно несправедливо нападают на него. Ну правильно. Я имею голос, должен сказать. Он призывает к покаянию. Они гриф с разрешением продавать в церковных лавках его книги сняли. И теперь всячески долбят его словами, которые на меня говорят. И мне это близко. Я говорю, что так... Осипов мне не чужой. У меня книга к истинному православию. Я отсылал к нему все материалы, он все до одного одобрил. Я с ним по телефону разговаривал. Но в таком возрасте бреется и галстук, я этого никогда не пойму. Никогда. Это чисто мастонский знак. И поэтому я встречаюсь с людьми, которые, ну, близко его знают, учились у него где-то. Он и не на посты, ни на что не смотрит. Что-то отключилось. Что-то кому-то не угодно наш разговор-то, прерывается. Я же смотрел ролик-то с этим, с китайцем-то. Ну, не с китайцем, а с русским. Ну, хороший. У вас все время связь сейчас срывается. Она с компьютером что-то делает. Я просто вижу, что у вас все время. Если бы у вас нет камеры, ничего бы и там не записывалось. Поэтому, если человек говорит неправильно или там совершенно не по-православному, мы обязаны разъяснить ему. Вот у меня второй том, открытым оком, полностью посвящен беседе с сектантами. Ошибки-то есть у всех. У Масленникова, я так понял, вы тоже только вот, когда вас попросили, вы там стали изучать. А я, в общем-то, это тоже смотрел. Я же понимаю, что у него тоже есть, вот он уперся там, выгнать ее, в принципе же сами понимаете. В одного нельзя взять и все. Ну да, он там и Симеона, есть у него эти книжки. Я все книжки его читал, все диски его слушал. Я их купил за две тысячи, мне присылали с вашего, там, с Екатерины Горокса. И я приткнулся на шестом диске, уже все, думаю, не могу больше. Есть у него вещи с этим покаянием, он там через Чуру Руситов, долбит их там. Он мне говорит, за что? Он мне говорит, что ты сейчас должна делать дела любви. Говорит, тогда ты покаешься. А вас что покается-то? Выпил, покурил, все. То есть у него тоже специфическая проповедь. Но при этом я же не говорю, что... Я всем говорил, да хочешь, слушай. Ну, я мне как-то скучноват стал. Я как бы много знаю, да, отцов сам изучаю. Но я же не скажу, что он там негодяй. Ну, хорошо. Я тоже согласен, что нельзя всех травить, что они на него накинулись. Плохо, хорошо и так хорошо, что проповедуют. Вы-то вообще посидите по домам там, да? Только и обличайте того, кто хоть что-то делает. Он за эпитемию. Вот что ценно. Не каждый причащается. Ты должен понести церковную эпитемию наказания, сроки. Он абсолютно правильно говорит. И это радует. Нет, одно правильно там. А, как вы говорите, про дуг святого там уперся дорогом с этими католиками совсем. Не правильно. Ну, это же не повод сразу выкинуть на помойку человека. Да, конечно, конечно. А в социальной вещества. Я на основании Слова Божия показываю, что половина понимали святые отцы так, другие так. И места писания вы... Больше я-то ничего другого не говорю. Андрей Кураев говорит. Игнать, он ничего не говорит. Поднял пласты нами забытые, говорит. Нет, ну вы же знаете, допустим, отношения церкви основной массы. Хотя, опять же, иерархия даже непонятно как думает. Это вечная беда будет. Они рвут туда, ну, с тем же филеокой, да, с этим. Хотя я согласен. Одного писания достаточно, чтобы просто этот вопрос отложить навсегда. Потому что ты никогда не найдешь ответа. Я, знаете, как-то выступил Чаплину против Кураева, когда он был еще там, около патриарха. И у меня есть большой ролик там. Я каждое предложение его разобрал в Слове Божьем. Не то, что я Кураевец какой-то или что-то. Хотя Андрей Кураев у меня был, все книги приобрел. Здесь, вот, в Барнауле был. Я по частям разобрал. И отзывы разные пошли. Почему он так отвечал? На основании Слова Божьего, на основании деятельности нет. Дали указания, значит, я теперь выполняю заказ, долблю его. Мне Андрей, это Кураев, он не член нашей общины. Но когда я, ну, выступил о нем, сказал, так там какие отзывы были. Отец Андрей, поезжайте к Игнатию. Я говорю, я с тебя лишний вес-то стрясу здесь. Ты со мной будешь на моих нарах спать. И сухарей у меня достаточно где-то. И вот там, ну, в его Кураевском там живом журнале, и там... Отец Андрей, поезжай, с вами ничего не сделают, если такие люди за вас молятся. Я молюсь за него каждый день, из-за Стерлигова. Это молитвам все делать. Не молиться, мы же за всех, мы же за врагов должны молиться. Да, конечно. Он мне не чужой. Мне каждый раз скидывают новые его материалы, я смотрю. Но переписки нет. Я в Москве был, пытался выйти несколько раз на Андрея, там у него. То он уехал, то его нет. Ну, я говорю, даже слава масон, в принципе, я так сказал, его к себе приняли. Ну, может быть, правильно вы же сейчас так говорите. Вот. Но каждый в него может по-своему что-то вкладывать. А я говорю, уж такие клеймы прилеплить сразу, как юридик, да, там, к тому же Масленникову. Я не следил за этим вещами, чисто через ваш ролик у него на канале, что там на него сейчас стали, да, вот это все его, походу, чуть ли не отлучили, я так понимаю, от этого храма, где он там все это вел. И, как вы говорите, там, на диске. Я просто тогда, видите, тоже попал, он же на Союзе был, я увидел там все, я говорю, заказал книжки, диск, там посылка пришла, тысяч три, по-моему, она стоила. Вот. Ну, потом я их отдал в лавку, их там продал отец, где я был в храме. Я говорю, потому что я, ну, книжки я прочел, ну, книжки-то нормальные, он, как и любой человек, как и Осипов, и у вас там даже, то есть, ну, какие-то вставляют куски, где что-то сам там, то есть, из писания. Я видел, тут выступал один Карепанов, может, встречали? Ну, конечно. Карепанов. Мне понравилось, вид его, вот как у Масленникова с бородой, одетый, все как положено у него. Нет, ну что же, блин, это? Ну, говорит он строго по программе. Вот он, почему? Тут он находится в системе, в системе. Я знаю, так мне обязательно нравится, что он все это знает. А говорит, мне прям начинает кипеть, я, по-моему, не мог слышать, начинает, и он опять в системе, и у меня все кипит. Нет, я ему канал сделал, выкладываю в эти, я его материал хорошо знаю, и сейчас слушаю, как добротолюбие, конечно. Но мне тоже, только начинает к системе, я прям чувствую, как он на себя выдавливает это, или он, может быть, так думает у меня прям это. Ну, я через силу слушаю, потому что у него много полезных. Я для себя, он мне некоторые вещи открыл. Я говорю, даже вот то, что Семен Новобогослова, вот с обожиним, никто, кроме него, так никогда и не слышал, как он говорил. Именно у него меня это зацепило. Хотя отцов знал, и все. Но когда он как-то вот подтолкнул к этому, что все-таки цель, и Серафима Саровского, это сколько я искал, ведь толкование все-таки на эту беседу с Маталилом-то не найдешь, как и жил недавно, да? Вот, и вроде все знают, что ради Христа, ну как это, как это? Он, я помню, и когда я его массово прослушал, потом еще нарезал, я говорю, сам теперь сделаю, сам там проповедую. Этот, и Калипанову, как бы, говорит, всем советую. Ну, кстати, почему он, вот вы считаете, это бритца или не бритца? У него борода, как она, я не знаю, как она называется. Тут он бреет, как это называется. Ну, неправильно. Ну, а вы же сказали, вот он с бородой. Ну, я говорю, по виду так, конечно, смотреть-то. Нет, у него, может быть, и не сильно растет, и такую линию по-разному растет. У него видно, что не сильно. У меня есть знакомые, хорошие, и они вышли через Андрея Кураева. А я как? Как вышли-то? А он где-то выступает, не видно людей, но слышно, что из зала говорят ему. И задают им вопрос, а вы знаете, кто самый знаменитый, популярный миссионер нашего времени? Ну, а кто знает? И он меня называет. А где он живет? Да в Барнауле. Такими меня кличками обвешал. И оттамка люди-то были, они начали искать по интернету, и меня тогда дальше нашли. А дальше он и говорит. Вот на меня он показывает и говорит. Ему все равно, что там сегодня наши соборы решают. Сказано, имеет значение. Нарушение есть нарушение. А мне не все равно. Я думаю, что и епископ скажет. Как другие обо мне подумают. Он еще профессор был тогда. Я говорю отца Андрея Кураева. Меня сразу сметут. А Игнатий говорит, ему все равно. Он никакой должности не имеет и никогда ни перед кем не говорил, что я бы сказал, но тебя боюсь. Я и патриарху, прямо открытому митрополиту говорю. И они это воспринимают. Знают, что я не лещу и не заискиваю и не грублю. Я просто говорю о недостатках церковных. И мы пристанем на суд Божий. Я архиерею, когда показал, это из тьмы язычество. Там у нас в университете 5 лет исследовало 3000 студентов, 100 групп. Но я это и прослышал. Поэтому рассказывали. Но целых 30% только людей, которые что-то знают из крещенных. И на 301. Я это епископу принес. Антоний Масендиевич был тогда. Я говорю, вот с этим вы явитесь на суд Божий. А сейчас говорят прямо, говорит, его убили. В 41 год он внезапно скончался. Нет, ну я же ввел меня в священник, когда их обязали вот эту беседу перед крещением, часовую делать. Он меня сразу, давай, давай, он сам не хотел. Вот. И меня оставит. 150 человек вот через меня прошло за 3 месяца. Ни один Евангелий, а даже в глаза. Я книжку, я даже не слава говорю, я книжку поднимаю в руки вот на столе, все. И я люблю людей вот это проповедовать. И они когда приходили, я не только крестных сажал. Они приезжали, что там, ну, на трех, надеюсь, машинах, там, и родственники. Я говорю, давай, давайте все садитесь, они там в лавочку сажают, как Бусьхов, человек 20. И говорю, лишним не будет, послушайте. Вот я книжку поднимаю, говорю, что за книжка? На ней даже написано вот этим церковным языком, кое-моем, да, Евангелие. То есть при желании можно даже рассмотреть. Я говорю, что за книжка? Знаете они? Нет, нет, мы не знаем. Их крестят через час, понимаете? Ничего не сделаешь. А что за час можно сказать? У меня душа разрывалась. Вот что можно человеку сказать? А я говорю, вы понимаете, вот показываю на распятие вдалеке, ну, мы в конце храма здоровый. Я говорю, это кто вот распят на кресте? А они вот так глазами выжимают. У меня все, я три месяца, у меня сердце, я полно дорвусь. Я говорю, нет, я этого больше не хочу делать. Ну, что это за глупость? У меня, меня Господь не осудит, я же их крещу. Но я говорю, нет, вы извините, я так не могу. Нет, просто там меня не плевали чуть ли не в лицо. И вставали, уходили. Что ты тут нам несешь? Мы тут пришли христиицы, там, я такие глаза. Ничего себе. В храме сижу, мне такое говорят. Мне так прям все у меня. Я говорю, как так? Ну, что это такое? Начинать, конечно, удобно говорить о Суде Божьем. Иоанн Златоуст говорит так. Обещание ради будущих благ и страха наказания. Но страх наказания более содействует. Ибо, знай, многие презрели бы обещанное благо, если были бы свободны от угрозы наказания. Ну, не буду в раю, да и не буду. А вот когда ад и огонь, и ты огонь ощущаешь, это очень действительно. И поэтому, говорит, слово о гиене. Надо постоянно говорить об аде, чтобы человек имел страх и не попал туда. А сатана не надо. Любовь, любовь, чтобы столкнуть туда человека. Ну, все-таки Евангелие нам показывает, что начинается, помните, что покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, веруйте в Евангелие. А потом, видимо, Иоанн Креститель, это кратко Евангелие, да? Он говорит, говорит и в конце, говорит, что всякое дерево, то есть принесли добрые плоды, ну, всякое дерево. И то он даже не пугает, а как бы образ говорит, что всякое дерево срубают и бросают в огонь. То есть какой-то... Говорит, как убежите в гиену от будущего гнева? Прямо поминает, в гиену. Прямо гиена, слово стоит о гиене, это то, что... Ну, а Христос, он только под конец рассказывает им о том, что начинает петь притча о страшном суде. Интересно, сознание у людей какое. Андрей Кураев, когда обо мне стал рассказывать, и говорит, вот знаете, у него такая смесь, вот старообрящество с баптизмом, а люди ничего не знают. И он объясняет, это знание Библии, особый пиетет, про меня говорит, и каноны. А люди-то не понимают старообрящество, причем старообрящество. Если каноны эти в православной патриархии сегодня, я за то, чтобы они действовали, их никто не отменял. Чего ради вы их выбросили-то? И вот экономия, экономия, и поэтому просто беда в церкви. Действительно, скотомогильник устроили. А если я к Библии прилагаюсь и вопросы по ней отвечаю, а это уже баптистская. Я говорю, вот дожились. А почему не показать, что Библия, знание ее, это принадлежит нам? Она переведена православными мужами. Православная церковь составила канон. Тут все православное-то. Но знание Библии сегодня, а что ты из Библии носишься, как баптист или какой-то сектант? Знание Библии не одобряется. Тем более вопросы задавать по нему. Это надо даже объяснить. Я объясняю. Он назвал знание Библии баптизмом, а строгость по канонам старообрящество. А люди, не зная это, говорят, ой, у него там смесь какая-то на меня. Какая смесь? Все на полочкам разложено. Мне выдумывать еще не надо. Все разъяснено. Ролик-то о вас, можно забить, там, Куральфа, о Латкине, там, вы, там, нарезка все время, там, пять минут спрашивают о вас. Это старые ролики. А вы с ним не держите связь с Куральфом? Я хотел сказать, вот когда к чему-то человек привязан, даже тайно, я нечаянно его задел, нечаянно, простым вопросом. Он так бурно реагирует на это, я даже не ожидал. Я знаю одного хорошего писателя, писатель, общеизвестный, там, на мировом, кажется, уровне у него. Он единственный имел доступ к архивам КГБ. Он друг был Крючкова, председателя КГБ. И написал все, как и патриарха там, как это, что было, допросы на расстрел. Он все сидел там, переписывал. И вот он приехал сюда, он много помогал, помогал там тюрьмам везде, компьютер привозил и мне подарил. А я когда-то с темой масонства занимался, 14 лет, меня судили за это. Всю литературу дореволюционную, советскую, зарубежную, ну, на основании Библии, все это, выпустил материал М1-М5, называлось, 5 пленок. Мне говорили, если еще какая-то будет, только интервью с Антихристом уже. Ну и протоколы сионских мудрецов, 24 протокола. Я ему возьми да и скажи. Я бы мог не говорить, если я знал, что такая реакция будет. Он ко мне расположен, прям, не знаешь как. Ну, как будто бы мы с ним все время работаем вместе. Я возьми да и скажи ему, не зная его до конца. Я говорю, а почему в протоколы не верят только евреи, да полукровки. А он полукровка. Он меня сразу за борт вышвырнул. Сколько я не пытался восстановить отношения, никак. Никак. Это Кураев? Ну, я не говорю, кто. С какого города. А, а, сказали, как вы, писали. Ну, могу точно сказать, что не Кураев. Я-то не думал его обидеть или что-то. У меня в уме этого не было. Я только знаю, что, говорят, это подделка царской охранки. Я говорю, а как все сходится-то? Кто-то же это делает. Протоколы селовских мудрецов. Это очень известный материал. Я это сказал. Говорю, не верят только евреи, полукровки. Просто сказал. Не верят. Почему? Ну, им задание такое дали, отрицайте это. Хотя это их материал и есть. И он со мной прекратил всякую связь. Совершенно. Я уже был где в городе, в этом пытался через день выйти. Я потерял его. Мне дорог он очень был. Просто дорог. И вот я сказал слова, которые я никаким краем не думал его обидеть. Вот в жизни вот так бывает. Как отцы говорят, обида признак гордости. Это очень важный. А я, кстати, вам сбросил ссылочку на фильм. Я что-то так не помню. Вчера видел. Вы не видели фильм «Чекист» Рогожкина? «Чекист»? Это где-то он меня в подвалах расстреливает. И потом мёртвый, так сказать, видел. Он у меня на форуме стоит. А, я вчера посмотрел. Вообще жуткий. Он у меня есть. У нас поставили памятник здесь репрессированным. Хороший памятник. Долго готовили его. Отца взяли лет 32-33. Такая фигура большая, высокая. И руки сзади связаны. А мальчишка подбежал. Ну, лет 12 обнял отца и прощается. Это памятник политическим жертвам. А я-то там был. И у меня тут же сразу у памятника администрация, органы были. Ну, прямо в центре Барнаула, на старом базаре почти стоит. Тут парк дали. И у меня брали интервью. Как смотрите, какая. Вот поставили. Я говорю, да пользы-то никакой нету. Люди другим увлечены. Хоть в каждом дворе памятники ставь. Мы должны сами себя обречь на это. Если Христос стал жертвой для нас, мы для Него должны быть жертвой. И поэтому те, которые пошли, я говорю, были наказаны где-то. А они участвовали сами в расстрелах, может быть, где-то арестовывали, раскулачивали. И вот она, эта чума, и пришла где-то. Мы не договариваем дальше-то. У Бога вымерено все. Мы видим один фрагмент. Связали руки. А сколько он связывал, почему не говорим. Сколько Тухачевский творил беззаконие. Тухачевский маршал. Тухачевский, это Михаил. Смотрите, Тамбовский. Он там газ применял. Против крестьян газ. Это душитель был. А потом сам пошел. Невинные жертвы. Невинные. Это так говорим невинные. Он невиновен в том, что его обвиняли, что он хотел продать там. Но говорит, ни в чем не повинны, так нельзя сказать. Но если я сказать нельзя, я виновен. Виновен во многом. Но я исповедуюсь. Я верю, что прощен. Хотя сегодня как раз мы все причащались. У нас что не виновен ни в чем. Да как это можно сказать. Тем более их жизнь известная. Как они убивали, раскулачивали. Добрые люди пострадали от них. А вот пришла эта чума. Их подгребли. Ну приходит это все не просто так. Христианства не было. Люди звери. Люди звереют без Бога. В любом случае. Без мысли о будущем. Без смерти. Сейчас будет то же самое. Ни у кого нет этого христианства. Десять человек веруют. Все это знают. Я говорю, я-то вот вам сказал, договорил. И летом что-то было. Сто пятьдесят человек. Никто. Ни один человек не верит. Не знает. То они просто идут крестить. И все. Я говорю, хорошо, если благоговейно сидят. Потому что мне начали выговаривать. И все. И без сигаретки. Он не может сейчас просидеть. Он уже все встает и идет. Я говорю, ну, понятно. Вот Невзоров Александр Глебович. Он нападает на церковь-то. И, видимо, патриарх дал указание. Если где он участвует, не участвует. Встать, уйти. И вот Чаплин, другие там священники три были. Встали и пошли. Я говорю, так ах, ну что ж вы делаете-то? Это он сейчас возьмет на вооружение. Так и есть. Смотри, какая аура у Александра Глебовича. Эти черные демоны-то. Они одеты в черной одежде священники. Смотри, как не могли. Их вымело из зала-то. Да разве это можно делать? Я говорю, а вы бы сделали так. Я им советовал. В Москве был священник там сидит. Ну, со званиями люди. Вы бы наоборот. Все его просмотрели ролики, где он нападает. И представили, все записали, сгруппировали. Ну, что, церковь, грабительница, стяжательница там. Ну, это же есть. Посмотри, какие пузатые попы-то. Как милиционеры какие-то. Ну, там все пузатые. Ну, можно было бы вот это все выписать. Благословиться и там хороших людей избрать. И к нему прийти и сказать. Александр Глебович, вот вы вступали. Вы говорите. Я не хочу, чтобы попов вниз головой с колоколем начали спускать опять. Скидывать. Как вы себя ведете? Вы нам выскажите все наши дела. Или как мерзости. Ну, что не так, мы постараемся исправиться. И не пойдут на это. А у него много хорошего. Он очень талантливый. Он против церкви идет. Он был семинаристом. Он видел, как вербовали священников. Я не знаю, дед или отец у него был генерал КГБ. Ну, и не пойдут. Меня спрашивали в Москве, что делать. Как его, чтобы он не был. Ничего не надо. Вы наоборот к нему придите и скажите. Выскажи нам все в глаза. Мы запишем. На собор религию поднимем. И постараемся освободить все. В чем нас обвиняют. А враги-то нам лучшие друзья. Для этого, как вы сказали в том ролике, смелость нужна, которой нет у христиан. А еще я хотел тогда спросить, вот к той теме, что, как мы говорим, я говорю, что тут как бы ертики. Ну, ладно, это сейчас людей касается. Ну, а тогда как насчет критики церковной? Разве она должна быть? Кто, как, вы знаете, как мудрецы древние говорили, а судьи кто? Вот они, судьи, взяли масленьку, грифантом. Нужна ли она? Господь сказал, я лично это с притчей связываю. Я все тоже стараюсь к Писанию разуметь. Он же притчу дал, не выдергивайте. Пусть растет все. Каждый выберет. А мы все делаем. А кто будет дергать-то? Вот мы сейчас дадим все в руки и придем к этому тоталитарному. И все дергать-то, кто будет? Кто там будет сидеть? Лучше свобода. Хоть какая-то пшеница прорастет. А так мы всеми в одну кучку полезем. Не в кучку, а все и плевелы станем. Вот тут я как бы... Нужна ли она церковная цензура? Кто будет судить-то? Опять кто туда прорвется? А там одна семания, все это знают прекрасно. Кто и кто будет судить-то? Очень такие вопросы-то. Вы знаете, я скажу, что где бывают трудности, и Бог сразу выставляет помощников. Вот всегда это. Премудрый Соломон говорит, если пути человека угодны Господу, то он и врагов его примеряет с ним. Я веду занятия. Я одновременно вел занятия в пяти университетах, десятках школ, три радиопрограммы. И вот из епархии приходит секретарь. А я не знаю ничего. Приносит бумагу от архиерея, чтобы меня выгнали с университета. Приходит проректор, Семкин Борис Васильевич, академик, профессор, и говорит неприятное известие. Говорит, вот пришли с епархии, и на вас, чтобы мы как арендуем помещение, но они уже с меня деньги перестали брать, видя, что я пользу там приношу какую. Ну, почему они делают так-то? Вот на вас они прямо нападают. Видно, что готовы просто не знают, что делать. Ну, мы, говорит, если надо, помещение дадим им. Он понимает это. И он старается как бы сгладить, но ничего никак нельзя. Я тогда пошел к ректору, я говорю, говорят, было, а его не было тут. А секретарь за меня, пожилая женщина, Марья Васильевна, она говорит, да, были. Говорит, ну, я, говорит, этому Владимиру Васильевичу, ректору из Сигнея, положила на стол, а у нас близкие-близкие отношения. У него совещание идет полное, огромное, там, это, ну, 21 тысяча студентов, там, профессора. Он при всех встанет, мне поклонится, обнимет и поцелует, я преклоняюсь перед этим человеком. Всегда по-другому он меня не встречал никогда. Но я пришел и говорю, вот такая бумага, да вы что, да разве я пойду на это? Он поискал, нету, она говорит, он нашел ее, нашел, он ее порвал и выбросил. И они сразу попятились, а тут хорошая статья про меня, про книги в газете, и они сразу стушевались. Это такую подлянку строить, это не один раз. Я им не мешаю никак, совершенно в стороне, их там никого нету. А там приходит у меня и администрация, и КГБ, дверь-то открытая все время. Им надо вышибить. Я даже однажды был такое, что на крысе проводил занятия в университете. Зачем? Мне, ну, даже бывшие коммунисты там находятся, и все по-хорошему относятся. А они прислали, и Гончаров пришел там, Сергей Михайлович, кажется, и сразу все стушевалось, как будто ничего не было. Это тот архиерей был. А сейчас приехал, дал бог архиерея, митрополит Сергий, как будто мы родные братья с ним. Ну, все в роликах видно, как он приезжает, у нас служит. Вообще даже это бог видит, что мы перетерпели все, и он так делает, дает маленькое отдохновение. Так что благодарите. Еще тогда вопрос интересный. Вы как, Север? Еще говорите. Хорошо. А вот как вы тогда смотрите, вот там у Сережки опять я смотрел, у Козлова с этими шестерками, там он ролик выставил, ну и вообще про апокалипсис, он там постоянно тему поднимает. А я вот, у меня такая вера, я сам-то и не лечусь уже несколько лет, да, хотя болею сильно, вот, все это. И люблю Писание за это, да, весь Ветхий Завет напомнил тем, что верите, 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 я за вас буду и поборать, там, ну, помните, мы с вами про патриотизм, да, то есть Господь на самом деле все перед тобой разметет. И я, естественно, верю, что Бог, прежде всего, я исповедую первую из тех Библии, да, Бог сотворил небо и землю, то есть все на свете. Для меня это принципиальная вещь, если ты в это не веруешь, можешь вообще тогда ничего и не читать. Вот, если Бог так сотворил и всем этим показывал, и всегда похвалял сильную веру, всегда, абсолютно, Любовь, Даниила, Ананя, вот, ты веришь, у тебя и огонь тебе не будет жечь. Не важно, что это никого, что это не рядовое событие, но если ты веришь, и всю славу воздаешь Богу, а не ради там числания, гордыни, да, а вот по ситуации, как говорится, то Господь тебя никогда не оставит. Чудеса сегодня будут, как Серафим Соро сказал, почему нет святых, да нет желания, решимости, да, ни у кого, а будет, и сегодня будут чудеса, никто в них не верит. Ты не веришь, что ты сейчас гору подвинешь, а Господь сказал, веришь, подвинешь, вот, и у меня все время такая мысль, ведь, во-первых, я апокалипс, я не люблю, я сам не читаю, там не толковаю, ничего, мне это, в принципе, неинтересно, и именно потому, что я верю, ну, я его знаю, конечно, да, но я не люблю вот эти разговоры просто, вот, но сейчас с вами решим просто поднять, вот, человек разумный в этом плане, вот. Вот, и у меня такая мысль, ведь в апокалипсии же написано, что не будет никакого конечного порабощения умов, да, то есть будет малое, помните, убежит уже в пустыне вот эта там, так скажем, церковь, да, или кто там, я уже забыл, наверное, я редко читаю. Вот, то есть люди, то есть говорят, что будут люди, у которых будет выбор, вот, у христиан, да, Господь же не говорит там, какой, то есть я лично не верю, что даже мне чип сейчас ставят, ну, который, или там, карточку дадут, пока так, чип даже, я не верю в то, что Бог, я верю, что Бог электричество, сейчас компьютеры работают только потому, что Бог управляет, он может все сейчас вырубить, и ты, Горь, что хочешь делать, там, сколько ты лекарств не придумал, будет новая полячка, это же Господь этим управляет, всем, абсолютно, каждый, каждый, он сейчас свернет, этот мир в секунду развернет новое, как он сказал, да, собью и разобью, вот, если я так верю, какая мне разница, ведь никто же мне не предлагает выбор там между Христом пока, ну, паспорт, деньги уже есть, какая разница, что я там приму, и я не верю, что на меня что-то может управлять, я вот с цыганями всю жизнь спокойно общался, потому что я не верю, я не верю, что человек может другим человеком управлять, я верю, что он может управлять только тем человеком, который позволяет с собой управлять, а если я не верю в это, мне все равно, я вот такой вот у нас, мы жили около рынка, в 90-е годы, вот эти, турбы, жвачки, я их неспокойно, я вижу мужиков, а бывает, прямо стоят, сами деньги дают, я спокойно с ней разговариваю, она мне что-то говорит, мне все равно, вот, хотя мам пугала, не подходите к ним, там, наверное, мы жили все рядом с рынком, там, в центре города, миллионника, вот, и здесь так же, я не верю, что даже, не то, что на умовом, вот, да, ну, хорошо, я в людей, я не верю, что можно на физическом, если я не верю в это, Господь положит так, что они не смогут на мои нифибры влиять, ведь, если я верю в то, что Господь бесу, либо, как бы, по его попускает, раздражает мою плоть, даже блудную, либо нет, почему, как Макарий Великий, если ты веришь в невидимость, тем более, ты должен быть видимой, а потом, если ты видимой, не веришь, да, как ты утверждаешь, что ты веришь в невидимость, исцеление пороков, если ты не веришь в исцеление болячек, у него 49-е слово о совершенной вере, идеальной, там, вот, спрашивают, а как там, вот, про врачей, он говорит, ну, я не спорю против врачей, ну, ты, говорит, верующий или нет, ты себя рассмотри, ты христианином называешься, и, говорит, кого ты исповедуешь исцеление страстей, если ты, говорит, не веришь в исцеление болячки своей телесни, говорит, кого ты обманываешь, говорит, просмотри себя, а сам не можешь рассмотреть, доверься старшим, которые умеют тебе рассудить, что ты не христианин вовсе, никакой веры в тебя нет, вот, поэтому, что мне этот чип, как он может на моё тело действовать, если я Богу верю, я говорю, Господи, когда дойдёт момент, пожалуйста, ещё, ведь грех же считается свободной волей нам одарённой, если мне настолько пропотят, вдруг кнопочку нажмут, там чип заработает, и я свои мозги потеряю, так я и греха не имею, всё из меня сделают, болванку, и Господь меня осудит, когда там тело, кирпичми на голову тело убьёт, душа отойдёт, и всё, я-то же грешу только своей, когда грехами, это же грех, помните, Яков же сказал, да, что, разумеешь, делать добро не делает, тому грех, вот истинный грех-то, а это что, а то, что сейчас карточки, ну, обезуют, может, через три года уже сейчас у всех, ну, что теперь-то, никто мне не ставит вес, вот Христос, а вот Сатана, да ты сегодня кушаешь все продукты, помечены этими штрих-кодами, ничего, что-то никто не возмущается, вот я хотел спросить, есть ли тут чего бояться-то? Бояться-то есть чего, но только не в этой степени, поэтому относительно чипов, вот этот зомбирование, любят слово говорить, а сами не знают, очень хорошо ответилось в священном начале московской патриархии, то есть никого не зазирать, которые приняли, не зазирать тех, которые не приняли, но все это подходит к тому, о чем сейчас говорим, я сегодня как раз на собрании и говорил, вот мы говорим масоны, вот они готовят, приход Антихриста, но давайте из их стороны посмотрим, они хотят сделать, чтобы везде был порядок, не было преступления, а это зернышко одно и все, и видно, куда он ходил, везде отображается, плохо разве? Но цель-то какая? А могут ли они вторгнуться в разум? Вот как, допустим, быку вживляют электроды, там тоненькие, как волосинки, ему дали сигнал, он начинает землю пахать рогами, злоба вызывает у него, дали другой сигнал, он идет к корму, но это Павлов доказал, он лауреат Нобелевской премии был, Иван Петрович Павлов, физиолог, но можно, как говорите, могут кирпич там ударить и прочее, но в душу вмешаться в мысли, это не дано никому, потому что Павел говорит, кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, я по образу Божьей создаю, они ничего не смогут сделать, да, они будут убивать, будут пытать, но заставить думать, как они хотят, они не могут, это не было и не будет, я добровольно не принимаю, говорят, а вот сейчас везде там вживляют, даже при рождении уже вживляют, нет, не так будет, это знак будет, 666 будет, но что он означает, покажет, его расшифровали, лампатис, там, титаникус, это 666, когда буквы слагать, а не буквы имеют цифровое значение, ну, откровение, толкование, это, Андрея Кисарика, подокийского архиепископа, об этом толкует Ефреем Сирин, там, Ирине Ильонский, Иерапольский папе, там, есть где, но как будет до конца, никто не знает, видимое или невидимое, святые отцы, но понимали это по-разному, но что это будет невидимое, это определенно, миллионно, но это будет только через отречение, не продать не будет, добровольно, ты скажешь, я отрекаюсь, я признаю его за Бога, он как Бог сядет в храме, второй фессалоникий, тогда в этом все, вы абсолютно правильно поняли, но московская патриархия ответила людям правильно, но тут оно одно, все эти, что сейчас идет, это ступеньки к тому, что будет в конце. Нет, я же не отрицаю, я же апокалипсис отрицаю, боже, крайне. Я хотел сказать, как это есть, ректор мне знакомый, очень близкий, говорит, эти бизнесмены хотят свой уровень поднять, ну, бывает, там, смеются над ними новые русские, ничего не знают-то, но я сижу и слушаю, ну, так вы поняли, я говорю, ну, пускай поднимают, так они просили вас, меня, так а я кто такой, у меня ни образования нет, я говорю, ничего, ну, просят, значит, надо провести, ну, я провел две пары часов, это по два часа, четыре часа, ну, что четыре часа, ну, я пришел там с роликами, там, записано все, понял, он вызывает и говорит, получите деньги, я пошел, там такая сумма, я ее никогда не видал, я говорю, а как это, откуда, это вам положено, это они эти, я говорю, а какая же ставка, профессора, профессора, да какой же я профессор-то, там накрутили чуть не Нобелевскую премию, вот я вас где-то в ролике слышал, да, и теперь, когда мне за 17 лет насчислили там, я из-за ИНН не получил, я мог бы, суд я бы выиграл, ну, с кем я буду судить, я делал для людей бесплатно, но ИНН на мне уже сработало, я просто понимаю, давай дам дурной пример, вот мы заезжаем в Москве, около храма Христа Спасительное, там метров 200, храм Берсеневка, он один только храм в Москве, который не принял печать ИНН, отец Кирилл Сахаров, игумен, московского патриархата, очень твердо стоит, но он каждый раз, когда его зажучат, он звонит мне, что делать, отец, подержись сколько можешь, если уж явно храм закрывает, отбирает, ну, тогда они сами тебе дадут, ты знать не будешь, им удобнее это в каталог заносить, вы ничего не пострадаете, но есть те, которые верят, что благодать отходит, когда номер принятый ИНН, видите как, тут надо найти золотую середину, я не одобряю, но сам не принимаю, я свидетелей не обвиняю, что они переливание крови не дают, но уезжая в поездку, я сделал завещание, кровь мне не переливать, не почему, потому что зараза, в Елесе 475 детей заразили СПИДом, вот и все, причина движущая какая, то, чтобы мы понимали это, ничего они не сделают, но они работают как раз при отихрести, будет голография, на днях мне Сергей скинул там голографию, сидят люди в зале, и вдруг пол проламывается, оттуда огромная рыба летит на зал и падает, проламывает, видишь? Да вот уже несколько лет ходит это, ну, это голография, вот это будет, будет двигаться образ его, голография займет очень важное место пришествия Антихриста. Ну, ясно. Ну, ладно, у меня, в принципе, все, спасибо вам за миссию. Все, слава Богу. Храни Христа. Слава Христу. Вы сейчас, если зайдете на наш ролик, посмотрите, сегодня мы причащались, какой порядок. Когда священники смотрят, мы у себя тоже так, а ничего не могут сделать. Там вот такое вот. Ну, гос-то община, а храм-то ничего, не общественное захожание. Как дети подходят, дети маленькие, как все взрослые, какие поклоны делают, как одеты. Это труд. А не проходной двор, это видно, что это церковь. Это православная церковь. И когда в монастыре показывают где-то, а на меня они эти люди, они сразу, мгновенно все на нашу сторону становятся. Так это же монастырь, это же монастырь, одеты как люди. Это труд. И труд немалый. Там у нас сегодня одна была новая душа. И как она нашла другой национальности, была у баптистов, у отделенных. И как она там была на хорошем счету и ушла, нашла в православие. Приезжала по теряльке, приняла крещение. И сейчас она вот здесь, за стенкой у меня. И как раз на эту тему стали говорить. Она пришла когда в православие-то, а тут нет этого. Я, говорит, стала искать тогда православных, евангельских. И она остановилась на нас. Евангельские православные христиане. Необычное название, но евангельские христиане-баптисты. Тут еще привычно. А как? Жить по Евангелию. Вот сегодня, где причащаемся, вы там увидите. Она в очках причащается. Ну, с Богом. Слава Иисусу Христу. Если будут какие-то вопросы для спасения, ну, недели через две пометьте, когда будет. Благодарю. Слава Христу. Спасибо. Слава Христу. Продолжение следует...